Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далеко от экранов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аймақты конференция барлық педагогтып толғандыратын өзекті мәселер талқыланатын алаңға айын алып келеді. Оған дәлел зерттеу нәтижелерін көпшілікке ұсынып, тәжіребе алмасуға дайын мұғалімдер санының артуы. Костер сесиясында жермадан астам зерттеу жұмысы көпшілік назарына асынылды. Мұғалімдер зерттеулеріне оқушының жеке, даму траекториясы, өз бетімен жұмыстан ұтақтыларын дамыту, оқушының өзінезі бағалауын қалыптастыру, жаңа технологиялар мен оқыты тәсілдері тақырыптарын арқау еткен. Шара соңында қатсыушыларға конференция нәтижесі бойынша ұсыныстар беріліп, өздік жұмыстарым арапатталды. Што для нас готове день грядущи? Овен. Психологический и энергетический тяжелый период. Возможно обострение хронических заболеваний под ударом эндокринной и лимфатической системы. Бережно следует относиться к почкам и коже. Не исключены воспаление и высыпание на лице и кубах. Риск травм повышен. Телец. На ваши материальные дела сильно влияют внешние обстоятельства и другие дела. Это могут быть работодатели или покровители, спонсоры или друзья, которые захотят или наоборот не захотят помочь вам в бизнесе или карьере. Возможен успех в свободной профессии, в областях, близких к искусству и красоте, благодаря людям, которые могут сделать вам рекламу. Близнецы. Повышенное стремление к социальным достижениям, завоеванию авторитета в обществе. Для вас очень важно быть лидером в обществе. При определенном старании вы можете хорошо проявить себя в профессиональной сфере. Что касается политической активности, общественной деятельности, то ваше лидерство сопряжено с борьбой, протестом, нарушением правил участия в скандалах. Рак. В этот период следует беречь печень и всю нижнюю часть тела. Если имеются проблемы с ногами, с суставами, примите профилактические меры. Вообще, это хороший день для укрепления здоровья. При этом не обязательно ходить по врачам. Наоборот, лучше не посещать медицинские учреждения без крайней необходимости. Лев. Ваши денежные успехи зависят не только от вас. Важно конструктивное взаимодействие с близкими людьми, особенно с мужем или женой, относительно заработков и распределения семейного бюджета. В противном случае не исключены разногласия, приводящие к проблемам, не только личным, но и материальным. Дева. В этот период очень важно сохранять объективность как в оценке других людей и событий, так и в оценке собственных способностей и возможностей. Ваша самостоятельность и самодостаточность в это время невелика. Вам требуется поддержка на всех уровнях. Весы. Хорошее время для укрепления иммунитета. Переходы на более здоровый образ жизни и более полезное питание. Позитивные отношения к людям и прогулки на свежем воздухе могут сделать вас энергичнее и работоспособнее. Требует особого внимания система кровообращения глаза. Скорпион. Материальное положение во многом зависит от вашего трудолюбия и работоспособности. Придется проявлять больше изобретательности, чтобы работать более эффективно. В лучшем положении будут люди творческие, которые любят свою работу. Успех возможен в рекламе, организации всевозможных шоу в профессиях, связанных с изготовлением и продажей одежды, украшений, уходом за детьми. Стрелец. Сегодня для вас актуальнее всего вопросы, связанные с семьей, детьми, жильем, бытом. Для творческих людей это время завершения одного проекта и созревания новой идеи. Только не следует ничего начинать во второй половине дня. В это время лучше обращаться к незаконченным ранее делам и продолжать начатые. Козирог. В этот период возрастает восприимчивость к инфекциям, риск заболевания дыхательной системы. Поэтому тщательнее следите за тем, во что одеваетесь, а в особенности обуваетесь, так как промокшие ноги, сквозняки, одежда не по погоде, может приводить к переохлаждению и простуде. Водолей. Планеты склоняют вас к накоплению материальных ценностей, делению запасов. Поэтому возможны большие траты на удовлетворение ваших запросов. Первая половина дня благоприятна для приобретения украшений, предметов интерьера, осветительных приборов, зеркал и произведений искусства. Рыбы. Вы будете больше заниматься собой, своими личными делами, тем, что для вас всего важнее и желаннее. У вас появится энергичность и уверенность в себе. Поэтому вы легко можете стать лидером, одержать победу над другими или своими недостатками, тормозящими ваши движения к успеху. Алина, это очень красивый и необычный цветок. Его с удовольствием выращивают в домашних условиях. Но есть одно «но», то есть воздух должен быть для отличного выращивания. Но при выращивании необходимо учитывать, что воздух должен быть достаточно влажный, а также теплый. А комнату надо хорошенько проветривать. Гузмания экзотикалық осымдық табиғы жағдайда омытстық Американың тропикалық аймақтарында кездеседі. Бұл гүл эпифит сондықтан көбіне ағаш тәрізді осымдықтерге осет. Ол негізнен құстардың олежандыктерден тұратын нәрселермен корректенеді. Сонмен қатар, Гузмания көптеген бастаушы бағбандарышын керемет тосынсы беретін жылдық осымдық. Гүл өте қызықты және әдемі, оны үйде сүйісіні бөсірет. Осып кележатқында ғорманың ауасы өте ұлғалды жылы және жақсы желдететін ескеру керек. Бұл тұқымның алғашқа осымдіктері ұзын бойлы болады. Бірақ қадырғы заманғы көптеген сорттарының бектігі небары 25 сантиметр, ені 30 сантиметр. Сәндік жылты жапырақтарымен және өмірнің 3-4 жылдарында розеткінің ортасыны тіке өсетін тікенектәрді жарқын күлімен ерешеленеді. Оның күлден өт түрлі түсті және ереше. Тартымсыз күлдер бірнен шекін бойы күлдей. Кузманияның көптеген сорттары белгілі. Солардың ішінде ең танымалы көрім өрілген луыны. Кебір сорттарда сары, қызыл, күлгін немесе қызғылт күлдер бар. Ашық жасыл жапырақтар бар жерлерде, қызғылт ренттер бар жапырақтар бар. Сорттарға ғарағанда тракты болып келеді. Здоровые зубы – это не толька природный дар, а также результат тщательного, бережного и ежедневного ухода. А как правильно ухаживать за зубами и полостью рта, нам сегодня расскажет врач-стоматолог Килигина Анастасия Владимировна. Анастасия, добро пожаловать в нашу студию. Как ваше настроение? Доброе утро, замечательное настроение. Утро проходит у меня необычно в вашей студии. Очень рада, что меня пригласили. Хотелось бы осветить многие вопросы, которые ежедневно мне задают родители, деток, которых я лечу, так как я являюсь детским стоматологом. Чтобы больше таких вопросов не возникало. Так давайте тогда начнем с утра. Вот как правильно зубы чистить? До завтрака или после завтрака? Чистка зубов должна происходить после завтрака. Так как если вы почистите, вообще идеально было бы, если бы и до, и после завтрака. Но так как у нас мало времени, поэтому чистка зубов должна проходить после завтрака. Вы покушали, ребенок покушал, и вы должны убрать остатки еды из своих зубов. Курптиген, атананат, улгандраты насилет тысячи га. Усс, тысячи га, кайдан пайдабыгат. Кариес – это инфекционное вообще заболевание. Очень много причин, которые способствуют развитию кариеса. Одно из причин – это плохая гигиена. Зубки нужно чистить два раза в день – утром и вечером перед сном. После чистки зубов кушать уже нельзя. Родители должны являться для ребенка с авторитетом. Если родитель не будет выполнять все то, что требует от ребенка, ребенок тоже не будет, к сожалению, этого делать. То есть вы с раннего детства должны показывать пример своим поведением. Это должен быть определенный ритуал для того, чтобы ребенок видел, что родители это делают, и у него тоже возникало желание чистить зубки два раза в день. Вечный вопрос – кариес заразен или это вымысел? Кариес заразен, потому что это инфекция. Если родители ребенка не санированы, у них множественные кариес, во рту кариес, пломбы, много коронок. И при этом много раз я вижу, как мама берет, к примеру, соску ребенка пососет и ему засовывает в рот, или целует его в губы, или облизывает ложку, кормя его там чем-то. То есть вот так и передаются кариесогенные бактерии. А зубки у детей очень… они незрелые еще. То есть зуб минерализуется в течение года после прорезывания. И если уже такая активная, агрессивная микрофлора полости рта родителей попадает в полости рта ребенка, естественно, эмаль зуба детей не справляется с этим. И возникают множественные кариесы. Поэтому нужно соблюдать режим питания. Кстати, питание очень важно является. То есть если родители, опять-таки, кушают все легкоусвояемые углеводы, какие-то перекусы, печеньки, бублики, картофель фри бесконечный, еще что-то, нет здорового питания, то ребенок тоже так же будет питаться. И требовать от него, чтобы он кушал брокколи и там только мясо и фрукты, он не будет, если дома другой совершенно стол. Он будет питаться с общего стола. Поэтому родитель должен быть примером для своего ребенка. Правильное питание, правильная гигиена. И сам родитель должен быть тоже санирован. Приходить на прием к стоматологу нужно не менее двух раз в год. То есть каждые шесть месяцев. А детям я назначаю в зависимости от интенсивности кариозного процесса. То есть если кариес во рту очень агрессивный, много полостей, много пломб, то дети ко мне приходят каждые два-три месяца на осмотры. Напитки вредны все, которые содержат сахар. То есть все соки, которые родители любят покупать из трубочек, там еще что-то. Кока-кола, естественно. Там огромное содержание сахара в маленьком бутылечке кока-колы. Это не только вредно для зубов, а вообще для всего организма. Поэтому нужно по возможности вообще все это исключать. Полюсов от этих соков нет. Это просто пустой сладкий напиток. Нужно пить много воды. Просто воды. Компот и кисели, может. Компот и кисели. Это тоже не очень полезно для зубов на самом деле. Компот – вещество немного вязкое. Также и кисель. Это все полезно, если вы соблюдаете правила гигиены. Попили, поели, почистили зубы, тогда это будет здорово. Вот почему мы чистим зубы два раза в день, но все равно не всегда имеем крепкие зубы. Вот стоит ли регулярно посещать стоматолога, если даже не болят зубы? Посещать стоматолога обязательно нужно. Два раза в год. Боль – это уже крик помощи зуба. Помоги мне. То есть мы должны исключить эту ситуацию. Профилактика. Профилактика – это основная вообще тенденция, куда мы должны направлять свои силы. Для того, чтобы не доводить зубы до боли. Достаточно, вот я повторюсь, что если у человека хорошая гигиена, то достаточно два раза в год посещать стоматолога. Если у него есть проблемы с общим здоровьем, с обменными процессами, то, конечно, это будет чаще происходить три-четыре раза в год. То есть не стоит тянуть до последнего. Да. Дома вы сами самостоятельно не выявите кариес. Это только может сделать стоматолог со своим оборудованием. Отбеливание зубов подходит не всем. Во-первых, это нужно делать уже после того, когда эмаль зуба полностью созрела. Мы рекомендуем это делать только после 18 лет. Отбеливание именно профессиональное, оно в принципе не вредно. Но там наносится гель определенный, который делает маленькие микроотверстия в эмали. Для того, чтобы зуб отбелить, мы отбеливаем не эмаль, а дальше ткань зуба, дентин. То есть этот гель проходит немного глубже, отбеливает все, что нам нужно. Вот зубки красивые. Если вы будете соблюдать правила гигиены, это будет надолго. Результат белоснежной улыбки. Но показано это не всем. Если у вас множественный кариес или много пломб, то вам это не показано. Потому что этот гель будет, если мы его нанесем на кариозную полость, это будет очень больно. Поэтому прежде чем зубы отбеливать, вы должны быть полностью санированы. То есть у вас должна быть полностью здоровая полость рта. А вот работают ли вот эти зубные пасты, которые часто рекламируют с эффектом отбеливания? Пасты работают в том смысле, что они убирают лишь налет. Налет, который имеется на поверхности зуба. Ткань зуба эти пасты не отбеливают. Часто ими пользоваться тоже нельзя, потому что там есть определенные абразивы, которые при регулярном использовании могут повреждать нам эмаль. То есть по показаниям, опять-таки, стоматолога, вам может назначиться такая паста. Думаю, многие из наших телезрителей мечтают о голливудской улыбке. Я не понаслышке слышала, что сейчас помогают виниры сделать зубки ровными и белыми. Вот немножко расскажите, пожалуйста, о них. Виниры, да, это очень красиво и эстетично. Это очень тоненькие пластиночки, которые приклеиваются на фронтальную область зубов. Но для этого тоже есть определенные показания. И только доктор на приеме вам сможет объяснить, подойдут ли вам виниры, нужны ли вам они вообще. То есть прочитав где-то информацию о винирах, вы сами не сможете понять, подойдут ли они вам или нет. Это был должен решать только доктор. Чувствительность зубов может быть связана с многими вообще процессами. То есть первое, это опять-таки кариес. Если у вас искриозная полость, естественно, зубы будут на все реагировать. Может быть, оголение шеек зубов. Это, опять-таки, результат, возможно, неправильного прикуса или заболевания десен. Все это можно выявить на приеме у стоматолога. Также привычки в питании. Если вы любите много фруктов, например, таких, как ананас, то есть цитрус, там есть кислоты, они немного делают эмаль чувствительной. То есть нужно разбираться, по какой причине у вас чувствительность зубов. Есть определенные средства, которые эту чувствительность снимают. Хорошо. Сейчас во многих зубных пастах содержится фтор. Вот настолько он ядовитый. Просто многие родители, мне кажется, боятся использовать эту пасту. Самая лучшая профилактика кариеса – это использование паст со фтором. Фтора должно быть не менее 500 ппм в составе, а по новым данным и 1500 ппм. Это дозировка фтора с первого зуба. То есть если у ребенка появился уже зубик, это начинается где-то в 6 месяцев, вы уже должны пользоваться пастой, содержащей фтор. Фтор – это не яд. Яд, вообще фтор – это газ. И газ, фтор, естественно, является ядовитым. Но в зубных пастах мы не содержим газ. У нас содержится фтор в виде солей. Это неактивное вещество. Но что нам делает фтор? Он встраивается в гидроксиапатит. Это является структурной единицей эмали. И у нас получается гидроксифторапатит. Чем он нам помогает? Тем, что гидроксифторапатит является кислотоустойчивым соединением. То есть если мы покушали, бактерии на зубах начали выделять свою кислоту, разъедая эмаль, гидроксифторапатит, он более устойчивый и не дает кислотам, которые выделяют бактерии, разъедать нам эмаль. Также фтор, встраиваясь в биопленку зуба, биопленка – это такая пленочка, которая покрывает зубы, которая в составе содержит множество бактерий. Вот они как раз и разрушают нам зуб. Фтор, встраиваясь в эту пленку, убивает эти бактерии. Он является бактерицидным, поэтому фтор в зубных пастах необходим. Есть противопоказания для фтора, но опять-таки это должен выявить стоматолог у себя на приеме и ознакомить вас с тем, что можно ли вам эту пасту применять или нет. Хорошо, Анастасия, спасибо за столь полезную информацию, а также за столь развернутое интервью. Есть ли у вас какие-нибудь пожелания нашим телезрителям? Хочу вам пожелать сегодня хорошего дня и не забудьте почистить свои зубки после завтрака. Анастасия, тогда в студии келегензе көп көп рахмет. Сіздің архаңызда, біз тиске қалай күтім жасой бірік, және көп теген пайдалы кенгестерді білдік, сізге көп рахмет, жұмысыңыздың тек жемісін көріңіз. Спасибо вам большое, что пригласили меня в студию. Надеюсь, информацию, которую вы сегодня получили от меня, будет вам полезной. Однозначно. Дорогие девушки, не отходите далеко от экрана, ведь наша следующая рубрика «Лайфхак» и мы сегодня вам расскажем, как правильно и просто ухаживать за кожей. Делие – это ручной труд, творчество, а также полет фантазии. Это искусство изготовление из разных материалов, например, ткани, кожа, бисеры, бумага, мыла и прочих материалов, то есть то, что есть под рукой. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в программе «Доброе утро» мы будем делать с вами вот такие весенние фенечки. Начинается весна, приближается 8 марта, и всем хочется, конечно же, преобразиться, сделать что-то яркое и приступим. Так, для этого нам нужно две ленточки 0,5 см или 0,8 см, можно даже 1 см, она будет вот такая широкая. Ленточки берем примерно метр на среднюю ручку. Делаем узелочек, завязываем. Если мы хотим фенечку просто сделать на завязочках, нужно завязочки сделать подлиннее. Если хотим сделать вот с таким вот цветочком, то можно сделать коротенькие. И начинаем плести. Делаем два ушка, а одно в другое вставляем, затягиваем и вставляем снова. Самое тяжелое – это начать. А дальше уже плетем все очень просто, на самом деле. И таким способом плетем до конца, на объем вашей руки. Вот мы доплели. Теперь делаем узелок. Просто протягиваем ленточку и делаем узелочек. Объем ручки у всех разный, поэтому может быть где-то чуть-чуть подлиннее ленточка. Лишнее просто отрезаем. Вот такая яркая фенечка весенняя у нас получилась. Эти фенечки можно сделать и девочкам, и мальчикам. Вот такие вот мальчиковые варианты. Всем очень нравится. Детям их плести достаточно несложно. Попробуйте сами. А данное нам время подходит к концу. С вами была утренняя программа «Арайлы Тан» на телеканале «ТДК-42». Желаем всем доброго утра, хорошего дня. И, агромент и громендер, осынамен «Арайлы Тан» бағдарламасы өз мәресіне келіп жетті. Біздермен боландарыңызға көп көп рахмет. Ертенгі эфирде сіздермен кедесетін боламыз. Ал сіздермен бірге болған бен, ерке болан Норпейсов және Алина Рахметулина. Ахметулина.